Тучи над Верхневолжьем скоро рассеются и на смену дождливой весенней погоде, как обещают синоптики, придет летняя жара. Уже к выходным Тверская область вновь попадет в теплый сектор циклона. Столбик термометра пойдет вверх. Воздух прогреется до плюс 23-28 градусов. И это не предел, говорят в гидрометеоцентре, заглядывая в недалекое летнее будущее. Ссылаясь на гидрометцентр России, они говорят, что будет около нормы и температура, и осадки. Единственное, что июль будет ниже нормы, количество осадков, а температура будет выше нормы. То есть, в принципе, как бы лето теплое, жаркое, но будем надеяться, что 10-го года не случится, не повторится. С приходом жаркой погоды толпы людей отправятся открывать пляжный сезон. Совершить заплывы в районах области есть где. В Тверской области зарегистрировано 41 официальный пляж, и в настоящее время проводится их техническая освидетельность, то есть готовность их к купальному сезону. Кроме этого, планируется открытие в Кувшиновском, в Нелидовском, зато Солнечный и в Спировском районе дополнительные еще пляжи. Инспекторы ГИМС места купаний проверяют как на наличие буйков, так и спасательного и медицинского постов. И если жителям районов области не придется искать водоем, чтобы охладиться, тверетяне об этом могут только мечтать. Какой год подряд 400-тысячная Тверь с приходом лета начинает изнывать от жары и озадачиваться вопросом, где найти пляж. В этом году население города, не имеющее возможности съездить на заграничные или российские курорты, вновь будет отдыхать где придется и как получится. В городе Твери официально пляж открыт не будет, однако для оказания помощи людям на центральном, так называемом нашем пляже, управлением ГОЧС города Твери будет выставляться дежурный патрульный катер со спасателями, а также планируется установить опознавательные буйки, за которые заплывать нельзя. Официально просто не получается из-за экологического состояния реки в реке Волга. В том, что жители областной столицы будут вынуждены плескаться в загрязненной воде с кишащими в ней микробами, сомневаться не приходится. Даже несмотря на то, что специалистами управления Роспотребнадзора по Тверской области еще только взяты пробы воды в местах массового купания людей, думается, результаты лабораторных исследований обнадеживающими не будут. По практике прошлых лет мы имеем, во-первых, нестабильное качество воды в местах отдыха населения. Зачастую качество воды не соответствует требованиям по тем или иным показателям. Чаще всего мы находим это, конечно, несоответствие по микробиологическому составу. В отдельных случаях это несоответствие по каким-то химическим показателям. На то, что вода в реках и озерах чистотой не блещет, влияют как природные факторы, такие как обильное выпадение осадков, так и человеческие выброс точных вод. Например, в районе так называемого городского пляжа стекает ливневая канализация. До эпидемии, конечно, еще далеко, говорят специалисты. Но вред здоровью купание в тверских водоемах нанести может. Особенно водные процедуры могут быть опасны для детей. Можно с легкостью подцепить острую кишечную инфекцию. При несоблюдении определенных правил при купании это может причинить определенное неблагоприятное влияние при заглатывании воды, попадании грязной воды в глаза. Прежде чем нырнуть по дому, советуют специалисты. Если же желание окунуться непреодолимо, уезжать нужно подальше от Твери, в места, где есть хоть какое-то подобие чистой воды. Например, на реку Тьма в Калининском районе. Елена Михайлова, Илья Чачин, Виталий Осипов, РЕН-ТВ-Пилот.